Футболисты любительского клуба «Виктория» промышленного района Самары не первый год сражаются за медали турнира «Кожаный мяч». Прошлым летом они стали чемпионами города и области в младшей возрастной группе. Во всероссийском финале заняли 16-е место. В этот раз решили повторить прошлогодний успех, но уже в средней группе. На городском этапе уверенно обошли всех своих соперников. Последняя игра турнира закончилась со счетом 1-0. У нас был в пятницу полуфинал непосредственно. Нам были игры попроще. В финал, конечно, игры были пожестче, посерьезнее. Соперники были хорошие, поэтому, видимо, они и вышли в финал, не зря оправдывая свое место. И в упорной борьбе, как вы видели сами, мы победили. За медали турнира «Кожаный мяч» сражались 37 городских любительских команд. Из них 7 – женские. Чемпионы и призеры определились в трех возрастных группах – до 12 лет, до 14 и до 16 лет. В этом году «Пальма первенства» была у команд промышленного, советского и октябрьского районов Самары. Команды более-менее уже равные, потому что до этого были прям вот явные лидеры. До этого были в основном, да, хоккейные счета, которые вот 8-0, 7-0 и выше. Хоть играется понемножку, да, по 12, но тем не менее это много. А так сейчас уже 2-1, 1-0, когда идет борьба на всей половине, там уже и концентрация совсем другая. И, в принципе, более интересно судить и смотреть для зрителей, болельщиков. Победители городских этапов поедут защищать честь Самары на областном турнире «Кожаный мяч». Чемпионы региона затем отправятся на соревнования по Волжье и, если повезет, то и на всероссийский финал. Важно понимать, что достаточно много людей занимается спортом. Не обязательно в профессиональной спортивной школе, в школу с полицейского резерва. А, соответственно, есть еще и дворовая команда, есть школьная команда, есть различные образования. Ребятам вот эти соревнования для них это особый шанс. Шанс выйти в какую-то профессиональную лигу, доказать, что они лучшие и стать профессионалами своего дела. Победят сильнейшие – это хороший шанс, хороший старт для ребят. Всегда есть к чему стремиться, всегда есть к чему расти. Поэтому я думаю, что есть у каждого шанс, все будет зависеть от того, насколько хороши соперники. Наши ребята выглядят достойно. Кроме медалей и кубков, чемпионы и призеры получили от городской федерации футбола и департамента спорта индивидуальные призы. Лучший вратарь, защитник, полузащитник и нападающий. Для лидеров это отличный шанс попасть из дворового футбола в футбольные школы. Например, в прославленные крылья советов. Михаил Ермоленко, Сергей Кизуркин, Николай Сидоров. События.